Тур Тайна появления туров на Кавказе стала новым вызовом для экологического центра Кавчега. Туры Кавказа. Последняя тайна. Туры – горные козлы, которые распространены по всему Кавказу. В российской зоологии принято считать, что это один вид с двумя подвидами – западно-кавказским и восточно-кавказским. Туры Кавказа, таксономия этих туров, она не очень разработана пока. И разные точки зрения, все это не очень выяснено. Вот одна из теорий заключается в том, что идет пленальная изменчивость, то есть постепенно меняется форма рогов, окраска меха, форма бороды и некоторые другие признаки вдоль Кавказского хребта с востока на запад. Значит, на востоке туры имеют очень выраженный спиральный изгиб рогов, короткие бороды. И постепенно по направлению на запад вот этот вот изгиб ослабевает, и на западе уже туры имеют саблевидные рога и длинную бороду. Вот, но это одна из точек зрения. Есть и другая, что два вида – один спиральными рогами, другой саблевидными. Имеется зона гибридизации, ну и, значит, по мере удаления от нее, как бы, животные приобретают более характерные для каждого вида черты. Туры обитают на Кавказе сплошным ареалом, а это значит, что должна быть зона перекрывания двух подвидов, где они сосуществуют, не скрещиваясь. Либо образуют гибриды, и тогда они будут иметь переходную форму рогов. Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезу о существовании зоны перекрывания и переходных форм, необходимы долгосрочные и масштабные исследования, которые по силу только дружной команде специалистов. Внедорожнику, готовому преодолевать любые препятствия. Необходимы также бинокль, фотоаппарат, подзорная труба, полевой дневник и много удачи. Не последнюю роль в научных исследованиях играет трубка ароматного табаку и глоток хорошего виски. Экспедиция отправилась по различным ущельям в царство туров, чтобы наблюдать особенности их поведения, ощутить на себе суровые условия, в которых они обитают, и попытаться разгадать последнюю тайну туров. Откуда они пришли на Кавказ и кто является их ближайшими родственниками в мире горных капулах. Лучшим местом для сбора подобного полевого материала являются заповедники. Туры – фоновый вид природных комплексов Кавказа и яркий индикатор благополучия всей особо охраняемой природной территории. Дегория. Национальный парк Аланья. Дегория – обширный горный район Центрального Кавказа, на части территории которого был создан Национальный парк Аланья. Реализация исследовательского проекта началась весной, когда в горах только-только стал сходить снег. В это время обнажаются останки павших зимой туров, что является ценным материалом для генетического анализа и приносит данные о продолжительности жизни и морфологии. К тому же туры в этот период держатся довольно низко, и их легче наблюдать. Цей. Северо-Осетинский заповедник. Цейское ущелье – характерный природный комплекс северного макросклона Центрального Кавказа. Инициатором и руководителем работ стал Павел Вейнберг, член Комиссии по выживанию видов Международного союза охраны природы, много лет занимающийся проблемами горных копытных. Являясь кандидатом биологических наук и ведущим научным сотрудником Северо-Осетинского заповедника, Павел Вейнберг уже более 30 лет наблюдает здешнюю популяцию туров. Когда-то в Цее туров встретить было совершенно несложно. Они сами спускались на ночевки альпинистов. Теперь же наблюдать их можно только в бинокль или подзорную трубу. Там сейчас молодые самцы пасутся, там мы видели молодых самцов. И с ними были молодые самки или самки не беременные. Вот когда видишь много самцов и прошлогодних зверей, но мало взрослых самок, а мы вообще еще ни одной толком не видели, то это может означать, что самки в это время ягнятся. Потому что они во время, в период ягнения, они такие скрытные довольно и редко попадаются на глаза. Лишь один раз за весь поход экспедиции удалось разглядеть одинокого тура невооруженным глазом, который стоял на скале и недоверчиво присматривался. Главный враг тура, как и, в общем-то, всех диких копытных сейчас, это человек. И с ним ни рысь, ни медведь, ни волки не сравнятся в этом плане. Пристанищем для Павла Вейнберга в Цее на многие годы стал небольшой грот в скале у самого ледника. Грот укрывал и укрывает Павла от дождя и ветра, откуда невообразимо романтично наблюдать одинокую луну в ночном небе, игру резвящихся облаков, проблески солнца сквозь пасмурный день. Безинги – Кабардино-Балкарский высокогорный заповедник. Безинги – одно из пяти ущелья, входящих в состав Кабардино-Балкарского высокогорного заповедника. Экспедиция отправилась в долину реки Чирек-Безингийский, чтобы встретиться один на один с горными козлами-турами и провести ряд интересных научных изысканий. Первым делом исследовательская группа разместилась в альпинистском лагере Безинги, откуда предполагалось совершать радиальные маршруты. Погода неблагоприятствовала работе, и в лагере пришлось задержаться. Эта задержка была на руку, точнее на лапу Тани, которая вместе со Светланой Бьюхиной на практике изучала полезные свойства местных растений. Наконец, погода позволила отправиться в путь. До конца не было ясно, удастся ли близко встретиться с турами. Павел Вейнберг был настроен на этот счет достаточно пессимистично. Такое положение вещей мало радовало Родиона Бучкури, который задался целью снять туров на фото и видеопленки. И только Бузжигит Акиев, человек, хорошо знающий эти места, не сомневался в наилучшем исходе дела. Исследователи, двигаясь по леднику в сторону Безенгийской стены, достигли места, которое называется Буран-Кош. Это понижение между склоном и боковой мареной. Сразу стало ясно, вот оно, царство туров. Они паслись здесь в большом количестве, не обращая внимания на людей. Можно было спокойно располагаться на ночлег в каменном укрытии, в предвкушении грядущего дня. В последующие дни с лихвой оправдали надежды исследователей. Они смогли вдоволь любоваться турами на фоне величественных пейзажей и запечатлеть увиденное на фото и видеопленки. Наблюдать поведение и морфологические особенности, а также собрать образцы тканей павших туров для дальнейшего генетического анализа. Отправляясь в экспедицию, с целью наблюдать туров, попадаешь в новый сказочный мир. И само ощущение приближающейся и все же сокрытой тайны обостряет восприятие. Волшебная тишина горного озера, пьянящий воздух, в котором резвится легкий ветерок, слетевший со снежных вершин, медитативное движение белых облаков растворяют исследователи в царстве туров. Глядя на безмятежно пасущихся вокруг туров, незаметно поддаешься их очарованию и чувствуешь, что бесценные вещи в жизни так просты. Вот они, дикие звери. Немногие существа, которые встречали каждый рассвет своей жизни. Каждый дождик освежал их шерсть, лучи каждого заката гасли в их безмятежном взгляде и постоянная опасность подстерегающего хищника создали безупречные животные. Наблюдение за турами в их царстве неожиданно обрело какую-то свою гравитацию и распахнулось перед исследователями ослепительным царством реальности. Покинув свое каменное убежище, исследователи вернулись в Бальплагерь. Следующим местом полевых работ стал участок Мижерки, где туры были так же доверчивы, как и на Буранкоше. В июне-июле основная масса туров собирается в субальпийском поясе. В это время еще происходит смена зимнего меха на летний или попросту линька. Во второй половине лета туру тяготеют к участкам, где сохранились снежники и есть видники. Жаркое время дня они предпочитают проводить на лежках. Летом в альпийском поясе туры кормятся почти всеми травянистыми растениями. Особенно охотно они поедают злаки. Испытывая недостаток в минеральных солях, туры регулярно посещают солонцы. К турам очень трудно подойти, особенно к большому стаду. Постоянно один или несколько животных настораживаются, поднимая голову, и при появлении малейшей опасности издают резкий свист, служащий сигналом тревоги. Некоторым турам в Безинге вообще неведома опасность. По крайней мере, со стороны человека. О чем свидетельствовала самка с привязанной на рога альпинистской веревкой, встреченная исследователями. Как правило, отношения альпинистов и горных копытных строятся на взаимном уважении. Тем более, что для туров это сосуществование имеет и конкретную практическую пользу, так как они с большим удовольствием лакомятся остатками пищи на альпинистских стоянках. В данном случае веревка на роге была скорее исключением из правил и примером неуместной шутки. Основная масса самок приносит потомство в июне. Как правило, самка приносит одного туренка, очень редко двух. За лето и осень турята успевают окрепнуть и набравшись сил встретить первую в своей жизни зиму. От того, насколько сильными они будут, и от целого ряда других причин зависит продолжительность их пребывания в этом мире. Если говорить о средней продолжительности жизни туров, то она очень небольшая, ну, вряд ли больше 4-5 лет. А максимальная продолжительность жизни, ну, например, я находил самок погибших, причем обе самки были задавлены рысью, и вот обеим им было по 22 года. Более старых животных я не находил и не видел черепов и рогов более старых животных. У самцов самые старые рога, которые я видел, то есть принадлежали самому старому животному, это был 16-летний самец. В Мижерге спустился мягкий и прохладный сумрак летнего вечера, вплетая несуществующий, и все же уловимый аромат снежных вершин в цветущее покрывало альпийских лугов. И вот из-за массива скал появилась группа туров. Спускаясь на сочные пастбища, грациозно неся голову, увенчанную роскошными рогами, туры спускались, обгоняя друг друга. Неиспешно жуя траву, они не обращали внимания на начавшийся дождь, и лишь промокнув, отряхивали туловище, а потом осторожно и очень забавно голову. Другие собратья по стаду в это время пытались переждать ливень, укрывшись под большим валуном. Встреча с дикими животными в их среде всегда есть незабываемый, спонтанный и сказочный подарок. Плавно растворяясь в неизбежно подступающей темноте ночи, безмятежно пасущиеся силуэты туров кристаллизуются ощущением предвечной гармонии. Покинув Беземги, экспедиция осмотрела ценные экземпляры рогов в доме Бузжигита Киева. Павел Венберг сделал их описание. Отсюда экспедиция отправилась в район Голубых озер, преодолев на машине максимальное расстояние, исследователи начали утомительный многочасовой подъем по крутому склону скалистого хребта Большого Кавказа. Глаз радовали великолепные горные панорамы, которые хотелось запечатлеть. Из-за большой крутизны склонов и накопленной ранее усталости поход был достаточно изнуряющим. Но полный упадок сил пришел от разочарования, связанного с тем, что в итоге всех усилий Туров в этот день увидеть так и не удалось. Однако натуралисты с лихвой были вознаграждены встречей с дикими кабанами на лугу. Это большая удача, так как кабаны достаточно чуткие и осторожные звери, которые предпочитают чащу леса открытым пространством. Вслед за этим произошло просто чудо. Косуля в золотых лучах заката вышла прямо на исследователей, и они могли наблюдать ее с расстояния не более 10 метров. Это редчайший случай. Адыр-Сум. Национальный парк Рейбрусье. Ущелье Адыр-Сум территориально относят к Рейбрусью как к части единой горной системы главного Кавказского хребта, примыкающей к Рейбрусу. Для того, чтобы попасть в ущелье, надо подняться вместе с машиной на фуникулере. Затем дорога идет вдоль реки сквозь густой сосновый лес. Исследователи после продолжительного подъема установили палатку у горного озера и в окружении мистерии и природы стали ждать очередную встречу с турами. на следующий день эта встреча произошла. Туры живут в скалистых участках альпийского пояса гор и в скалах лесного пояса. В течение года они перемещаются в пределах одного хребта или горного отрога, но не предпринимают дальних кочевок. У туров великолепно развито зрение и они замечают человека на очень большом расстоянии, однако обычно не проявляют беспокойство до тех пор, пока не увидят опасность. Но стоит человеку скрыться в ущелье или за хребтом, как туры быстро уходят. Копчегу тоже пора было покидать это изумительной красоты ущелье, чтобы двигаться дальше навстречу раскатке последней тайны туров. Домбай. Тибердинский заповедник. Тибердинский заповедник располагается на северных макросклонах главного Кавказского хребта. Домбай – это верхняя часть бассейна реки Тиберды. Вот мы сейчас в Тибердинском заповеднике на Домбайе. Это главный хребет. Перед нами ледник Аманаус, рядом ледник Софруджу. Вот в этих районах туров меньше, чем в северной части Тибердинского заповедника, но они есть. Туры Западного Кавказа были интересны исследователям в плане сравнительного анализа. Проводником группы здесь стал опытный альпинист и главный лесничий Тибердинского заповедника Алексей Бог. Благодаря его знанию территории стали возможны дальнейшие работы. Исследователи отправились в высокогорную часть заповедника. Восхождение проходило среди завораживающих своими красками субальпийских лугов, поджурчание горных речушек, пробивающих себе путь сквозь не тающие лавины. Субтитры создавал DimaTorzok Трудно было себе представить, что ласковое осеннее солнце вскоре скроет облака и мир станет суровым. Именно в этом мире оказались исследователи, чтобы разгадать последнюю тайну Туров. Экспедиция разбила лагерь на очередной стоянке. Экспедиционная жизнь часто преподносит забавные сюрпризы. Ёлки-палки. Мышь залезла. Зараза. Ну ты посмотри, а. И шоколад сгрыгла. Так, Алексей, а Тибирдинский заповедник возместит мне прогрызанную тибирдинскими мышами пуховку? Утро приготовило новый сюрприз. Ночью выпал снег, который, впрочем, долго не пролежал. Однако это означало, что к царству Туров приблизилась зима. Недалеко от лагеря можно было наблюдать самку Тура и сигалетка. На другой день, когда свежий снег окончательно сошел, исследователи ждали новые встречи с домбайскими турами. И стоя под вновь срывающимся снегом, глядя на упитанных к зиме Туров, думается о неизвестности. Неизвестности их происхождения и неизвестности, простирающейся перед каждой отдельной особью в преддверии грядущих суровых холодов. Нюансы окраски шерсти и сгиба рогов – это язык, которым написана тайна происхождения Туров на Кавказе. Вопрос лишь в том, чтобы суметь собрать мозаику в целом и прочесть ее. Субтитры создавал DimaTorzok Зимой исследователи вернулись в Безингийское ущелье Кабардино-Балкарского высокогорного заповедника. Несмотря на декабрь месяц, снега было еще очень мало. Лед, сковавший неприметную яму на сухой с виду дороги, создал труднопреодолимое препятствие на пути к лагерю Безингий. Потребовалось много времени, чтобы разбить лед, опыт вождения и мощь лепетки, что позволило выйти из создавшейся ситуации. Ленд-крузер переводится как «сухопутный крейсер». В данном случае это был еще и ледокол. Утром из альплагеря Безингий исследователи отправились вдоль южных бесснежных склонов к веневшимся вдалеке турам. Это были наилучшие условия для наблюдений периода гона, когда туры заботятся о продолжении рода. Правда, в это время туры бывают особенно осторожны и недоверчивы, и подойти к ним близко очень сложно. Погода резко стала меняться, начался обильный снегопад. Наблюдения стали сильно затруднены, было принято решение прекратить работу и выбираться на равнину. Последняя тайна туров так и не была раскрыта. Но настоящая тайна всегда остается неразгаданной и лишь слегка приподнимает свою завесу. С трудом добытые крупинки ответов оборачиваются все новыми и новыми вопросами. Появление туров на Кавказе является маленьким фрагментом грандиозной мозаики жизни и тайны ее возникновения на Земле. Разгадать эту тайну – постоянный вызов разуму. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok